Всем привет! Сейчас время 9 часов, не 9, что я обманываюсь, 7 часов вечера. И только сейчас у меня выпала возможность поговорить с вами. То есть взяла в руки телефон. Мои детки вчера выехали в 7 часов вечера из дома, конечно, попали в пробки. И приехали к 12 часам дня сегодня. Естественно, не знаю как кто, а я, когда они в дороге, постоянно как на иголках. И практически ночь не спала, у меня воспалился один глаз. Вот, от недосыпа, наверное. Да самое интересное, что они уехали, а я легла, хотела поспать, и так и не смогла уснуть. Вот, и получается, что они приехали. Маленький меня узнал. Прям вообще, они по дороге, в общем-то, ехали. И там, как бы, то была связь, то не было связи. Немножко там показали в скайпе мне его. Он там мне все показывал. Пальчиком говорит, то-то, то-то. Ну, типа того, что они едут, я так поняла. Вот. У нас на улице сегодня прохладно. Меня, как всегда, отвлек звонок телефонный. Вот. Так что я попыталась уснуть днем. Ничего у меня не получилось. Видите, какая я красивая, вся замученная. Ну, ничего страшного. Отдохну. Самое главное, что маленький прибежал и не хотел меня отпускать. Тут водил по всей квартире меня за руки. Все мне показывал, рассказывал. Ой. У него столько эмоций было. Это надо было видеть. Бабушке-то это приятно как. И когда они уезжали, он меня не хотел отпускать и кричал, дай, дай, дай. Видимо, не из-за того, что, ну, как сказать-то не может, что поехали с нами или не уходи, или еще что-то. Дай, 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 и все. Дай, дай, дай. Мама, дай, дай, дай. Я его взяла, погладила, говорю, зайчик мой, говорю, приедешь, и бабушка с тобой будет много-много гулять. Он вроде бы как успокоился. Не знаю. Ой. Я такая рада, вы не представляете, как. Просто у меня эмоции зашкаливают даже. Ну, и, конечно, я еще уставшая, поэтому у меня эмоции все обострены. И, получается, вот глаз воспалился у меня этот. Прям не знаю, видимо, внутричерепной или нет, не досыпали, я не знаю чего. Я вроде бы как и не вязала много сегодня, потому что, ну, до обеда бегала к окну все время, думаю, ну, что я бегаю? Все равно же они придут, позвонят, и все нет. Такая натура у меня дурацкая. Вот. Ну, и, в общем, на бабушкином импровизированном кресле он тут уж прыгал-прыгал. Ему так нравилось вообще. Побыли они где-то в час, поехали туда к родителям. Даже я не знаю, сколько они будут, день, два или три, сколько они там будут. Скажут мне. Я поэтому и даже торопить их не буду. Вот. Суфи-палка. Как-то так видно мои пальцы. Неправильно держу, видимо. Так что вот такие дела. Сегодня у меня, получается, особых дел-то и не было. Я имею в виду, я с утра проснулась, сварила зеленый борщ. Но они не ели, они уставшие. Дочери спина сильно болела, видимо, от того, что она малыша тягает. И в виду на руках носит. И неудобная поза. В общем, заболела спина. Я ей таблеточки давала здесь. В общем, я очень рада, что они приехали. Вот. Не знаю, как завтра еще день у меня сложится. Будет видно. Ладно, пошла я. Может, немножко повяжу сегодня. Сегодня уже 12 число. Я готовлю печень. Куриную, которую я недавно покупала. Это у меня сейчас время... Сейчас скажу, сколько. 11-20. Это у меня будет завтрак. Потому что я утром попила кофе и все. Здесь я уже приготовила, обжарила лук. Я вот так готовлю печень куриную. Вначале обжариваю лук. Лук в количестве трех головок. Почему? Потому что печень любит лук. Да и я сама ее люблю. Вот. Сейчас вот у меня минут 5 готовится печень. Сейчас, как я буду видеть, что сукровицы уже больше нет. Я сюда добавляю муки и еще протушиваю с мукой. Потом добавляю сметану, лучок. И у меня в итоге получается... Ну, естественно, солю, перчу по вкусу. В итоге у меня получается очень вкусная печенка. Кто-то печень обваливает в муке и потом обжаривает. Я не делаю так. Я в процессе приготовления добавляю муку вот сейчас на таком этапе. У меня где-то минут 7 пожарилась, так сказать. Если можно назвать, пожарилась печень, да. А теперь я вот, вы видели, там ну ложки 2 муки. И теперь вот это вот с мукой у меня будет обжариваться. Тоже минуты 2-3, не более. Когда вот белое пропадет, то есть вот эти крапления муки, они питаются все от масла или от самой печени. Я не знаю от чего, но оно должно все хорошо пропитаться и даже немножко поджариться. И тогда я буду добавлять сюда еще лук в начале, а потом уже в самом конце сметанку. Ну вот, моя вкуснота вкусная. Приготовилась. Здесь у меня осталась еще вермишелька, которую я 2 дня назад готовила. Как раз ко мне должна прийти сегодня каумушка. Через час где-то. И это у нас будет такой вкусный привкусный обед. Меня просили, чтобы я рассказала о своих впечатлениях об этой сковороде. Вы знаете, кроме того, что петь дефирамбы, я на сегодняшний момент не могу сказать ничего. Это в моей жизни было очень много всяких сковород, да? Но эта сковорода, это, я не знаю, мне настолько она нравится. Просто нет слов. Я, естественно, уже посмотрела, до какого времени идет акция. Она у нас заканчивается в сентябре. И, надеюсь, после моря я приеду, эти сковороды не разберут. И я куплю еще одну сковороду. Потому что это прям такое удовольствие готовить на ней. Ничего не прилипает. Все так здорово готовится. Ну, в общем, вы меня поняли. Я даже не знаю, что еще нужно говорить в этом случае. В общем, суперская сковорода. Комушка приехала ко мне в гости. Поздоровайся с моими подписчиками. Видите, у нас изба-вязальня. Она тоже приехала со своей кофточкой. Сейчас она ее доделает. И я вам ее покажу. У меня уже здесь все. Я довязала туничку пляжную. Здесь у меня связана. И здесь связана. И немного попозже я вам ее полностью тоже покажу. Что я там доделала. Ну, вот. Как Комушка сказала, детище пятимесячное. Пять месяцев она его вязала. На работе. На работе, да? Ты только на работе вязала? Да, я домой вообще не носила. А что это за ниточка? Называется весенняя. Это пехорка весенняя, да? Что-то я даже не помню. Надо было взять с собой. А спицы какие ты использовала? Здесь три с половиной. Рисунок тройка. А здесь тоже ты троечку использовала? Здесь два с половиной. А ты название ему не дала никакого? Нет. А что ж ты? Такая резинка интересная. Это ты точно такая же, как здесь? Да, это так. Это здесь вообще модель брала, но я ее настолько изменила, что она теперь просто неузнаваема. Внизу вот этого не было. На рукаве был совсем другой рисунок. Ну, изменила. Как бы каждый же все равно вносит свою какую-то изюминку в изделие. Ты говоришь, точной рукав впервые вязала, да? Ну, расскажи о своих впечатлениях. Ну, как бы по мастер-классу вязать. Вернее, не по мастер-классу, а по описанию можно. Ну, не так уж и сложно. Я думала, что будет сложнее. Ну, может где-то не очень удобно. А ты с помощью крючка или иголочки... Ниточка зацепилась, да? Ну, ничего, берешь. Хорошо, не отборила, хорошо. Здесь вот со спинки выглядит вот так вот. Ну, молодец, что сказать. Умница и красавица. Ты всегда этот долго вяжешь, но зато у тебя такие вещи получаются. Ну, рисунок простой, но потому что на работе вяжу дома никогда. Там тоже отвлекаюсь, поэтому сложно не вяжусь. Ну, я думаю, ты, как всегда, их очень долго носишь, эти вещи. Аккуратно, долго, тебе надолго. Теперь ее хватит. Как долго вязала, так еще, получается, 5 месяцев вязала. Не меньше 5 лет носить будешь. Кумушка принесла самодельную наливочку. Тут у меня уже вещи складываются. Я же сегодня в 10 часов отчаливаю. И я приготовила стол. И кумушка домашнюю... Что за наливочка? Что за наливочка? С черной смородины дома сама. Она у меня скуки на все руки. Будем обмывать, говорит. Вот я печень приготовила. Макарошки. Тут ничего особенного нет. Но я почему еще включилась? Я сделала рисовые лепешки. Вот такие. Если вы помните, мне рисовую муку дочь передавала. Выписывала на озоне. Вот я с них сделала. Очень даже лепешечки такие. Смотрите. Из-за того, что это рисовая мука, схожесть не такая уж хорошая. Но на вкус они очень вкусные. Всем приятного аппетита. Кто сейчас тоже трапезничает. Ну все, мы с кумушкой. Идем. Две кумушки. Идем. Я иду на коррекцию. И ее заодно провожаю. Я тебя на коррекцию провожаю. Да, и ты меня на коррекцию провожаешь. Хорошо посидели, пообщались, повспоминали опять у нас. Как только мы встречаемся, так дни ностальгии по былым временам. Так что, дружите. Почаще встречайтесь с друзьями. Это очень-очень здорово. На улице жарко. Просто вообще. Настойка обалденная. Мы прям три капли выпили. Но это... Жаров такую пить нельзя. Но кровь погоняли чуть-чуть. Она слабенькая. Ну она слабенькая, но все равно жарко. Если бы не было жарко, то, конечно, можно было и побольше. Поэтому чуть-чуть для вкуса употребили. Такую жарку нельзя. Так, ну ладно. Сейчас время 6 часов. У меня была коррекция на 4 часа. Ну, к 4 часам мне сказали подойти. Я где-то минут без 10-4 была уже там. Вот. Оттуда вышла. Пошла, купила в дорогу. Покушать колбаски, сырка. Бутерброды сделать дорогу. Я не знаю, дети что-то возьмут, не возьмут. Но я же мама. Хочу вам показать, что... Лавочку покрасили. Это красит наши подъездные со второго этажа. Женщина. Она говорит, да что на даче забор красила. У нее краска осталась. Вот она благоустраивает наш... Как это назвать? Ну, в общем, перед подъездом нашей лавочки. Ну, мы все здесь сидим. У меня нет краски. Если бы была, я бы тоже покрасила. Хотя не факт. Не знаю. Но мне кажется, я бы покрасила. Вот. Так что, молодцы люди. Сейчас отдохну немножко, пойду наверх. И буду собирать сумку уже. В 10 часов мы уже отъезжаем. Сейчас попробую загрузить это видео. Не знаю, видите вы его сегодня. А может быть и нет. Не сегодня. Ну, будет видно. Вот такие ногти у меня сегодня. Плохо видно, да? Геометрический узор. Очень красивый. Мне нравится. Камера не передает того блеска и той красоты, какая... Как будто мрамор. Не передает. Резкость не наводит. Ну, ладно. Бог с ней.